Деятельность меты на территории Российской Федерации запрещена. Компания экстремистская. Это что-то очень сильно нам с Наташей напомнило. Тот день забыть нельзя. Когда ранним утром воскресенье, когда я с друзьями как раз собрался у меня в квартире, мы читали Библию, к нам пришли с обыском. Было найдено два детских рисунка 20-летней давности от детей наших друзей. Просто с рисунками природы, с какими-то библейскими комментариями, очень добрыми. В адрес моего мужа. Я, честно говоря, даже не знал, с чем я сталкиваюсь, потому что до того момента у меня ни одного не было привода в полицию. Зачем бежать, если мы ни в чем не виноваты? Когда после обыска мне показали и сказали, что все, собирайся, я понимал, что уже увезут. Но я думал, ненадолго. Было больше 1700 обысков у свидетелей Ягова. Сам факт, что огромное количество людей сейчас оказываются в ситуации, когда их могут схватить и осудить, уже пугает. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампомадова. Привет! Российские власти сблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы читать нас, слушать и смотреть, устанавливайте VPN, скачивайте приложение «Радио Свобода», куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на нас в социальных сетях. Дисклеймер. Практически все, о чем мы будем говорить сегодня, в России запрещено и признано экстремистским. 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая требовала признать американскую компанию Meta Platforms Incorporated, экстремистской организации, и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Во время судебного разбирательства прокурор говорил, что это никак не затронет пользователей Instagram и Facebook в России, что они не будут считаться экстремистами. Судья, в общем, довольно пристрастно допрашивала, но в итоге, судя по всему, согласилась с представителем Генпрокуратуры, поскольку деятельность мета на территории Российской Федерации запрещена, компания экстремистская. Это что-то очень сильно нам с Наташей напомнило. Еще до того, как началась война России с Украиной, мы записали интервью с представителями, запрещенной в России, как экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», потому что пять лет назад, 15 марта 2017 года, Министерство юстиции подало в Верховный суд России иск о признании этой организации экстремистской. Этот иск Верховный суд удовлетворил. И тогда говорили, что это никак не коснется верующих. Никто не запретит им верить в то, во что они верят, проповедовать свои идеи, встречаться и собираться для того, чтобы обсуждать Библию и вместе молиться. Но вот спустя пять лет мы видим, что уже осужденных больше 180 человек, если верить статистике на сайте «Свидетелей Иеговы». Поэтому, конечно, вся эта история с признанием экстремистской организации МЕТы, Фейсбука, Инстаграма и заверения прокурора в том, что обычных пользователей это не коснется, мягко говоря, вызывает некоторые опасения. И вот сегодня мы поговорим как раз о том, что же случилось со «Свидетелями Иеговы», для того, чтобы, может быть, сложилось какое-то представление, как действует государство, когда объявляет кого-то экстремистами. А помогут нам в этом осужденные, уже отбывшие свое наказание, «Свидетели Иеговы» Сергей Бритвин и Вадим Левчук. И жена арестованного на сегодняшний день «Свидетели Иеговы» Шона Пайка, Татьяна. Прежде чем мы расскажем истории конкретных людей, которых государство объявило экстремистами, хочется обратить внимание вот на что. В конце марта 2017 года РИА Новости публиковала комментарий религиоведа Романа Силантьева, который сообщал, что в России на тот момент насчитывалось около 165 тысяч свидетелей Иеговы. Теперь все они, судя по всему, с точки зрения российских властей, экстремисты. Хотя всячески от этого президент Путин открещивается, говорит, что за веру никого не судят. В то же время, по данным на 2021 год, аудитория Фейсбука в России составляла почти 9 миллионов пользователей, аудитория Инстаграма в России составляла 61 миллион пользователей, а аудитория в Ватсапе 74,19 миллиона человек. Теперь мета признана в России экстремистской. Правда, сказали, что Ватсапа это не касается. Но в российском законодательстве, антиэкстремистском, нет никаких исключений для отдельных подразделений каких-то структур, уже признанных экстремистскими. Вот это просто очень четко нужно понимать. То есть, если Верховный суд Российской Федерации признает управленческий центр свидетелей Иеговы и все его подразделения экстремистскими, то значит, все они экстремистские. Соответственно, если Тверской суд Москвы удовлетворяет иск Генпрокуратуры России и признает экстремистской американскую компанию, всю компанию мета, соответственно, экстремистскими по умолчанию является и Инстаграм, и Ватсап, чтобы там не объясняли депутаты и не говорил бы прокурор. Потому что, ну, закон есть закон. Вот он написан таким образом. Ну и по этой логике тогда и все пользователи, как и все верующие свидетели Иегова, должны тоже, как минимум, подозреваться в экстремизме. Или в его финансировании, если, например, они оплачивали рекламу на этих платформах, или оплачивали какие-то услуги, предоставляемые метой, Инстаграмом, ну, там, для продвижения своего контента. Ну, вообще, конечно, есть ощущение, что вот эта вот история с признанием мета-экстремистской организации будет работать очень выборочно, потому что мне сложно представить повальные обыски, уголовные дела против, сколько ты сказала, 60 миллионов пользователей Инстаграма и 9 миллионов пользователей Фейсбука, потому что даже если смотреть на статистику по свидетелям Иеговы из 165 тысяч упомянутых по 2017 году, сейчас все-таки, конечно, масштабы не такие внушительные, хотя цифры, которые приводят сайт свидетелей Иегова в России, довольно печальные. У них как раз свежая статистика, данные на 15 марта 2022 года, как они пишут, вот на эту дату было больше 1700 обысков у свидетелей Иегова в 71 регионе, и за все это время, с 2017 года, 609 человек так или иначе привлекались к ответственности по статье 282.2. Это статья об организации деятельности экстремистской организации, это основная обвинительная статья, которую предъявляют свидетелям Иеговы. И еще немножко из статистики. Сейчас 59 человек находятся в следственных изоляторах, 219 под подпиской о невыезде, 29 под домашним арестом. 48 свидетелям Иеговы избрали в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Осуждены уже 188 человек, из них 22 сейчас находятся в колонии. Всего вынесено 103 условных срока, 22 штрафа, и вот я нашла 8 случаев оправдания. Но самое ужасное и отвратительное во всей этой истории, ну, помимо абсолютно лицемерных заявлений властей, что за веру никого не преследуют, пусть люди верят во что хотят, здесь самым нагляднейшим образом демонстрируется избирательное применение законов, что, в принципе, недопустимо с точки зрения существующей в России Конституции, потому что все равны перед законом и судом в России должны быть, и закон должен быть един для всех. Поэтому создавать искусственно такую ситуацию, когда можно любого человека выдернуть и осудить как экстремиста, просто потому что у него был блок в Инстаграме, или он до сих пор сидит на Фейсбуке, заходит туда через ВПН, что бы там ни обещали российские чиновники и политики, такая возможность всегда останется, но это абсолютно неправовой подход. И вот в этой ловушке сейчас оказывается огромное количество людей, миллионы просто. Ну, мне кажется, это даже усугубляется и тем, что даже и юридические какие-то решения не совсем помогают справиться с этой неопределенностью, потому что по тем же свидетелям Иеговы было ноябрьское решение Верховного суда о том, чтобы следствие и суд смягчили отношение к свидетелям Иеговы, и суд предлагал всё-таки не считать экстремистскими непосредственно сами богослужения и религиозные обряды. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что это не сильно изменило ситуацию. Да, после этой рекомендации Верховного суда несколько оправдательных приговоров случилось. Но, тем не менее, продолжили выносить обвинительные приговоры и возбуждать уголовные дела. И я замечаю, что нередко вот в последнее время суды отменяют условные приговоры и отправляют дело на новое рассмотрение, что, в принципе, не сказать, чтобы означать что-то хорошее. Выслушайте подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Больше миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина. Война. Беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем, что общего между признанием экстремистской компании «Мета» и ее продуктов Facebook и Instagram и признанием пять лет назад экстремистской организации «Свидетели Иеговы». И рассказываем истории «Свидетелей Иеговы» и их родственников, которые оказались в заключении. Ну, давай, наверное, расскажем истории конкретных людей, чтобы было понятно, с какими такими страшными экстремистами борется российское государство в лице «Свидетелей Иеговы» и как теоретически могут развиваться события в отношении пользователей Facebook и Instagram. Я поговорила с двумя «Свидетелями Иеговы». Оба они освободились в декабре 2021 года. Их приговорили каждого к четырем годам лишения свободы. Один – это Сергей Бритвин, ему 56 лет, и он инвалид второй группы. А другой – Вадим Левчук, ему 50. Оба они живут в городе Березовске и Кемеровской области. Предлагаю сначала послушать, как каждый из них пришел к этой вере, как они стали «Свидетелями Иеговы». Вот что рассказал Сергей Бритвин. Меня всю жизнь, в молодости, волновали разные серьезные вопросы, на которые я не мог найти ответы. Один из них, например, состояние умерших, что происходит после смерти. И вот в 95-м году я как раз встретил «Свидетелей Иеговы», стал с ними изучать Библию и нашел все ответы на свои вопросы. Я очень обрадовался. Это побудило меня изменить свой образ жизни, безнравственный образ жизни вел. С удовольствием стал менять себя, свой характер, свое отношение к людям, отношение к государству, стал подчиняться государству. Ну и вот таким образом в 95-м году я стал свидетелем «Свидетелей Иеговы». И вплоть до 2017 года свободно, беспрепятственно проповедовал. Мне это нравилось делать. Также с друзьями собирался на встречи с собранием. В то время я уже был инвалидом с 94-го года. Но я продолжал работать, работал сторожем, очень мало зарабатывал. Но та надежда, которую я получил из Библии, она меня воодушевила. Это нам с женой помогало претерпевать эти трудности, обходиться на малые деньги и жить уже с надеждой. Ну а потом, уже лет, наверное, 15 назад я перестал работать. По состоянию не мог работать. А это рассказ Вадима Левчука. В 1993 году, это было еще в городе Кемерово, когда мне был 21 год, я стал общаться с плохой компанией. В это время моя знакомая пригласила меня на встречу, которую проводили свидетели Игловы. Больше всего мне понравилось то, что сейчас, применяя библейские принципы, я могу быть счастливым. То есть я ограждал себя от погубных привычек, я от них полностью отказался, мое мышление изменилось, изменились мои качества, поступки, а это приносило счастье мне и моим домашним. Потом я уже в 22 года переехал в город Березовский, ну а в том далеком 1994 году я принял крещение и стал свидетелем Игловы. У всех была разная реакция. С друзьями мне пришлось ограничить общение, чтобы они не влияли на меня, тем образом жизни и тем мышлением, которое у них осталось, потому что из них никто не стал свидетелем Игловы. Из той компании я единственный стал верующим человеком. Я здесь устроился на работу, большую часть времени, проведенного здесь Березком, я отработал на шахте. Это был тяжелый труд, но при этом я продолжал жить активной жизнью, и здесь у меня появилась семья, любимая супруга, дети. А я поговорила с женой Шона Пайка, с Татьяной. Шон с августа 2021 года находится в следственном изоляторе в Москве, ему 51 год, он родом из Гаяны, это такое государство в Южной Америке. Он приехал в Россию, познакомился здесь с Татьяной, и в итоге вот сейчас оказался в заключении, их история, мне кажется, очень драматичная. В 2021 году отметили 20-летие нашей совместной жизни, познакомились с Машоном в далеких 90-х годах на одной встрече свидетелей Иеговы. Я обратила внимание в свое время на него именно за его высокие качества, за доброту, терпение, за такое благородство в отношениях с людьми, и эти качества действительно соответствуют примеру Христа, потому что это один из принципов жизни христиан относиться к другому по любви. Сам Шон, он вырос в очень интересной семье. Его отчим мусульманин, мама католичка, он всегда хорошо учился, и по окончании школы с отличием имел возможность выбрать обучение за границей. Таким образом, он попал в Россию, он выбрал обучение в университете дружбы народов, и жил здесь, окончил университет с отличием, и здесь он встретил свидетелей Игорь Яковл проявил интерес, стал изучать Библию, и в итоге мы вот встретились, познакомились, и в итоге потом поженились. Мы прожили в Гаяне восемь лет, мы приняли для себя такое решение вернуться, и приехали в Россию обратно в 2001 году. Он работал здесь все это время. Больше десяти лет он работал в большой европейской компании, начиная от должности простого менеджера, закончив в должности старшего руководителя проектной команды, и к нему всегда все относились и относятся с уважением. Ну а теперь все эти очень разные люди российским государством объявлены экстремистами, до сих пор не понимают по большому счету за что, почему их отправили за решетку, и вот как вспоминает об этом Сергей Бритвин. Тот день забыть нельзя, когда ранним утром воскресенье, когда я с друзьями как раз собрался у меня в квартире, мы читали Библию, к нам пришли с обыском. Вот только в это время я узнал, что мне предъявляется обвинение подозрения в экстремистской деятельности. Людей было много, это были органы ФСБ и также ОМОН, они были в масках, с оружием, дверь мне позвонили, я когда дверь открыл, то мне сразу зашли и предъявили, что вот там постановление суда на обыск, они сразу огласили, все, что связано со свидетелями Иеговы, будет находиться и предъявляться мне как обвинение. Я пытался объясниться, но меня здесь не слушали. В этот же день арестовали, когда после обыска мне показали и сказали, что все, собирайся, я понимал, что уже увезу, но я думал ненадолго, надеялся, что все-таки разберутся, отпустят, потому что я никогда в жизни не привлекался никакой уголовной ответственности, не было ни одного привода в полицию, поэтому я сохранял спокойствие, как этому Библия учат, и надеялся, что это неверазумение. Никаких призывов на встречу не было, ни слов, ничего не было, чтобы можно было сказать, вот, они экстремисты. Просто сам факт, собрались на встречу с собранием, где пели песни, молились, изучали Библию. Какой логикой руководствовали следственные органы и суды, они считали, что раз есть запрет и все подразделения вот этой религиозной организации свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, соответственно, люди, которые входили когда-либо в эти объединения, они как бы тоже экстремисты в том случае, если продолжают свою совместную деятельность, встречаться, молиться, петь песни. Абсурдность ситуации, помимо прочего, состоит еще и в том, что в городе Березовском эту межрегиональную организацию, как юридическое лицо, закрыли. И вот как раз Вадим Левчук попал под раздачу как бывший председатель этой ликвидированной религиозной организации. Это было все очень внезапно, хотя были приняты решения Верховного Суда, а я узнал только тогда, когда меня арестовали, мне предъявили обвинение в экстремистской деятельности, когда у меня в доме произвели обыск, и только тогда я понял, что я оказался в числе тех, кого будут преследовать. В этот день мы с семьей были в гостях, у друзей, сначала они приехали в тот дом, где я живу, по моей прописке велась видеозапись, когда я ознакомливался с материалами уголовного дела, я все это видел, как штурмуют мой дом, в котором никого не было. Это были представители службы ФСБ и это был спецназ. Потом к друзьям они приехали и там мне уже предъявили обвинение, надели наручники и повезли на допрос. Я, честно говоря, даже не знал, с чем я сталкиваюсь, потому что до того момент, у меня ни одного не было привода в полицию, никогда не знал, что это такое, как это все происходит, а так как это все было неизвестно, то и, наверное, в тот момент у меня и волнений никаких и не было. И вот меня меня обвинили в том, что после решения Верховного суда в России о ликвидации всех МРО, я, как председатель, продолжил деятельность местно-религиозной организации в нашем городе. Но удивительно то, что за несколько месяцев до решения Верховного суда в России местно-религиозная организация в нашем городе прекратила существование. Поэтому, когда мне предъявляли это обвинение, для меня это было настолько непонятным. Мне ввиняют то, чего не было уже. То есть проведение мероприятия МРО, которое уже до этого несколько месяцев не существовало. У меня это в голове не укладывалось, да и сейчас еще не укладывается. Ну вот и тем не менее это не остановило ни следователей, ни судью, которая вынесла обвинительный приговор и приговорила Вадима Левчука и Сергея Бритвина к реальным срокам лишения свободы по четыре года. Ну вот я спросила у Татьяны Пайк, понимает ли она, в чем конкретно обвиняют ее мужа. У нее тоже нет ответов на эти вопросы. Она говорит, что это вполне стандартная вот эта формулировка. Участие в экстремистской организации никаких подробностей нет. И ей даже не дают нормально с ним общаться, потому что Шон находится в следственном изоляторе получается с августа, сейчас март. За это время у них была одна возможность созвониться, как я понимаю. Видятся они только на заседаниях по продлению меры пресечения. Что меня поразило, я попросила Татьяну рассказать немножко о том, как проходил обыск. Следователи ничего не изъяли, кроме техники стандартно и старых детских рисунков. Обыск начался с стуков сильных звонков в дверь в начале седьмого утра. Мы все спали, дети в своей комнате, мы в своей. Квартиру вломились не меньше семи силовиков вооруженных и начались поиски непонятно чего по всем помещениям. Были открыты все шкафы, все полки, все вещи выброшены на пол. Там сыпучие продукты, стиральный порошок, например, скрытый, высыпанный, земля из цветочных горшков, каждая бумажка пересмотрена. В итоге этого обыска, который длился около семи часов, не было найдено ничего, потому что мы ничего не храним, никакую экстремистскую литературу. Было найдено два детских рисунка 20-летней давности от детей наших друзей, просто с рисунками природы и с какими-то библейскими комментариями очень добрыми в адрес моего мужа. Когда смотрю видеозаписи оперативную съемку, много можно найти в ютубе, как задерживают свидетелей ИГОВа, как проводят у них обыски, это просто страшно, потому что там много пенсионеров, там бабушек божьих, одуванчиков, каких-то совершенно безобидных, не оказывающих никакого сопротивления людей, а к ним врываются вот буквально космонавты по всем правилам, потому что идут искать экстремистов, а экстремизм это что? Ну вот с точки зрения обычного человека, экстремисты это злонамеренные люди, которые действительно пытаются тут свергнуть строй, они дома хранят коктейли Молотова или готовят взрывчатку. Но если я не ошибаюсь, в уголовном кодексе статья об экстремизме, она как раз входит в блок преступлений против государства. Я спрашивала и Вадима Левчука, и Сергея Бритвина, о том, а как к ним относились в следственных изоляторах. Давай послушаем Сергея Бритвина. Встречали особенно конвой те работники СИЗО как преступника, как экстремиста, если такое подозрение, статья 282. А со временем, сколько я там был, был 17 месяцев в СИЗО, и работники СИЗО, они стали относиться очень уважительно, дружелюбно, но они уже видели, понимали, что я не преступник. Также с тем, с кем сидел, они тоже поначалу в шоке были, удивлялись, как за веру у нас садят, не может быть. Ну, в ходе разговора понимали, что на самом деле за веру, и в итоге, особенно с кем сидел все время, они глубоко уважали за мою позицию, что я отстаиваю свою веру, свои убеждения, ну, и понимали, что я не сделал ничего, чтобы оказаться здесь в СИЗО. 4 года лишения свободы человеку, который упорно верит то, во что государство ему верить запрещает, и, например, 4 года лишения свободы могут назначить за насильственные действия. Я просто, правда, не понимаю, чем судьи руководствовались, когда выносили все эти приговоры. Для меня это тоже удивительно, и, как я понимаю, рекорд, в кавычках, антирекорд. Это 8 лет колонии одному из свидетелей Якова. И ты знаешь, ведь на этом не заканчиваются их лишения, потому что статья-то экстремистская, я попросила Сергея Бритвина рассказать о том, а как он живет теперь. Выезжать пока никуда нельзя, за пределы города. Раз обвинили и отбыл наказание по статье 282, то в силу закона действует еще после отбытия наказания 8 лет административного надзора. И опять же, только за то, что я исповедую свои религиозные убеждения. Поэтому сейчас я не свободен, я не могу двигаться, только в городе нахожусь. Приходится отмечаться каждый месяц пока в уголовной инспекции, потом в полиции буду отмечаться. Я очень надеюсь, что очень скоро в России все-таки ситуация и вот эта практика преследования свидетелей Легова, она изменится коренным образом. Вот в данное время, пока ситуация не изменилась, то я не могу сказать, что я в безопасности, потому что все может повториться. Мне не дает покоя еще один вопрос, ведь после 2017 года и после каких-то первых уголовных дел уже стало понятно, что к свидетелям Легова могут возникать претензии. Я спросила Татьяну Пайк, что они думали в 2017 году, думали ли они, что сами могут оказаться не в безопасности и не приходило ли им в голову уехать, например, из России? Конечно, это было очень шоково и страшно для нас и грустно, но мы не имели никогда никакого отношения к юридическому лицу, а именно оно было запрещено в 2017 году. Мы просто простые граждане нашей страны, которые здесь живут, воспитывают детей, занимаются обычной деятельностью. Мы никогда думали, что запрет юридического лица свидетелей Легова может коснуться наших личных взглядов, потому что они же гарантированы Конституцией. Мы понимаем просто, что мы ни в чем не виноваты, что мы не нарушаем ни один закон Российской Федерации, что мы только пользуемся своим правом свободу поклонения вероисповедания. Зачем бежать, если мы ни в чем не виноваты? Вот видишь, Татьяна говорит, что мы не имеем отношения к деятельности вот того юридического лица, которое признано экстремистской организацией. И по большому счету, наверное, никто из 61 миллиона пользователей Инстаграма или почти 9 миллионов пользователей Фейсбука в России не имеет отношения непосредственно к деятельности юридического лица, которое в России признали экстремистской организацией и запретили. А вот дальше как будет складываться практика и право применения антиэкстремистского законодательства с учетом всего этого можно только догадываться, но мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. И это правда очень страшно. Ты же понимаешь, что признавая мету экстремистской организации заодно признали экстремистскими всю символику, связанную с метой и с Фейсбуком и с Инстаграмом. И теоретически, если захочется кому-то придраться, человек может попасть пусть не под уголовное преследование, но получить административный протокол, например, за то, что у него на визитке есть значок Инстаграма, Фейсбука. Это не Талия статья, кодекса об административных правонарушениях, которая демонстрация нацистской символики, которая до 15 суток ареста, там, по-моему, после нацистской запятая экстремистской. Она, она родимая. Сам факт, что огромное количество людей сейчас оказываются в ситуации, когда их могут схватить и осудить, уже пугает. Свидетели Иеговы, которые уже прошли через уголовные репрессии, надежды на то, что это невероятное недоразумение когда-нибудь разрешится, не теряют. Вот что мне сказал об этом Сергей Бритвин. Я очень надеюсь, что скоро государство в лице судебных органов, в лице правоохранительных органов, оно изменит свое отношение и увидит, что свидетели Иеговы не представляют никакой опасности для государства. И, собираясь на свои совместные богослужения, делясь своими убеждениями, свидетели Иеговы не занимаются экстремистской деятельностью. Я думаю, в скором будущем вот эта ошибка, это недоразумение будет полностью решено. И я, как свидетели Иеговы, буду оправдывать. Но в качестве одного положительного примера, когда ошибки были признаны, можно вспомнить дело Юрия Залипаева, тоже свидетелей Иеговы, который, мало того, что был полностью оправдан, прокуратура принесла извинения за уголовное преследование и суд постановил выплатить ему компенсацию в полмиллиона рублей. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова и я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Спотифай, Ютьюб, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки, присылайте свои сообщения на адрес правособака RFRL.org Редактор субтитров А.Семкин